Весна, время цвести и меняться. Не так ли, девушки? А сегодня мы поговорим, как изменить, освежить и усовершенствовать свой образ с помощью правильно подобранной бижутерии. И у нас сегодня в гостях мастер Мила Ержанова. Доброе утро. Доброе утро, Мила. Мила, самые внимательные зрители знают, что вы сами создаете украшения. И вот поделитесь, как профессионал, как подобрать правильное украшение к своему образу. Можно на примере Оли прямо это сделать? Да, замечательно. Оля у нас прекрасная модель. И с удовольствием мы подберем для нее украшения. И я думаю, что наши зрители, они смогут воспользоваться теми советами, которые они сегодня услышат. Так, в процессе вы как раз расскажете, собственно, что вы делаете, как, что у нас за устройство и все остальное. Да, 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 конечно. Ну, в первую очередь, подбирая украшения, важно учитывать индивидуальные особенности девушки. И, конечно же, очень важно подобрать по цвету. Для профессионалов, дизайнеров и для любителей существует такой чудесный инструмент, который называется цветовой круг. Он позволяет отслеживать гармоничные цветовые комбинации. Вот, допустим, у Оли платье такого очень красивого красно-фиолетового оттенка. Если мы выставим, допустим, да, вот этот вот кружок на этот цвет, мы увидим, что напротив такой желто-зеленый очень красивый оттенок, который бы мог подойти под это платье, если вы подберете какие-то аксессуары. Можно использовать другое сочетание цветов. Допустим, так называемые цвета соседи. То есть это цвета, которые находятся рядышком на цветовом круге. Вот, допустим, если мы возьмем вот это украшение, приложите его к себе. Оно по цвету замечательно подходит. Другой вопрос, что оно по стилю не подходит к этому платью, это тоже обязательно нужно учитывать. Дресс-код, настроение, куда вы идете, на какую вечеринку или это какое-то мероприятие, может быть, это работа. Все это обязательно нужно учитывать. Но по цвету оно... А это были цвета соседей сейчас, например? Да, это были цвета соседей. По цвету оно, я считаю, идеально подходит. Да, Мила, вот я как раз хотела спросить по поводу того, украшение подбирается под платье или платье под украшение. Как все-таки правильно? Вы знаете, на моей практике бывают и такие, и такие ситуации. То есть иногда заказчица придумывает, ей хочется такое какое-то необыкновенное украшение. Она говорит, да я потом и сошью под него платье, и все что угодно сделаю, просто вот сделай мне такое. А чаще, конечно, когда уже готовая есть одежда, и достаточно сложно, несмотря на изобилие, подобрать такое колье или такой, там, серьги, может быть, которые вот и подчеркнут внешность, и украсят девушку. Поэтому здесь, помимо цвета, нужно еще учитывать обязательно непосредственно внешние данные. Допустим, есть такой момент, как контрастность. Что такое контраст? Контраст – это разность между цветами. Самый высокий контраст – это между белым и черным. То есть вот здесь не очень белое такое больше прозрачно, но вот это очень контрастное украшение. Оно подойдет не всем девушкам, потому что разница в цвете, которая нам задана природой, она тоже у всех индивидуальная, у всех разная. Как пример, у нас сейчас здесь на экране, да? Да. Разные виды контрастности. Да, разные виды контрастности. То есть высокий контраст – это когда светлая кожа, допустим, и темные волосы. Ну вот я ярким примером являюсь такой высокой контрастности. А Оля, давайте на ее примере еще разберем. Оля, темные глаза и светлые волосы. У нее уровень контрастности между средним и высоким, потому что глаза все равно небольшую площадь занимают на лице. Но, тем не менее, украшение, которое будет идти, разница в цвете, они ее украсят. И у девушек еще есть такая хитрость, чтобы повышать контрастность. Не только у девушек, кстати. У вас тоже сейчас, допустим, ваша контрастность, она повышена за счет оправы очков. И то же самое девушки повышают свою природную контрастность, да, совершенно верно, с помощью макияжа. Поэтому, если природа не дала нам красок, мы их добавляем. Нашли способы, главное делать это профессионально. Совершенно верно. Поэтому, подбирая украшения для Ольги, можно не бояться особо разницы вот в этом цвете, что украшение перебьет, да, перетянет на себя. Вот я бы примерила вот это украшение, которое будет, оно не контрастно, оно в цвет. Вот, допустим, очень красиво. Да. Здесь мы можем видеть, что, я бы сказала, можно ей немножко покрупнее. То есть мы уже исследуем не только уровень контрастности, но еще и такой важный момент, как пропорции, масштабы и формы лица. Если нам выведут следующую картинку, каким образом анализируются линии лица? То есть нужно посмотреть на девушку. Есть определенный ряд линий в нашем лице. Картинка не это, да? Лицо ложное. Нет, все правильно. Это хорошая картинка, да. Здесь просто на примере губ. Вроде бы казалось, губы и губы, да. А если, допустим, мы улыбаемся, и улыбка растягивается такая широкая, и явно идет изгиб. То есть это изогнутые линии. У некоторых при улыбке линия остается прямой, то есть или в согнутом состоянии губы. Таким же образом анализируются брови, глаза, линии носа в профиль, фаз, да. И мы определяем, преобладают какие линии на лице. Прямые, изогнутые. Допустим, вот в этом украшении есть линии и прямые, и изогнутые. Да, то есть оно подойдет многим девушкам. Вам оно подходит по линиям лица, потому что у вас также есть, вас преобладают, скорее всего, если сделать более подробный анализ изогнутые линии, но оно вам гармонично смотрится. Мне хочется немножко покрупнее, потому что как раз-таки последний момент, который нужно учитывать при подборе украшений. Это пропорции и формы лица, масштабы. То есть если мы посмотрим на эту картинку, мы увидим, что вроде бы, если смотреть на каждую девушку в отдельности, непонятно. Но при сравнении мы видим, что у кого-то более крупные черты лица, у кого-то более мелкие. У кого-то расстояние между, допустим, глазами, между губами и носом, между бровями и глазами. Большие, крупные, опять же, да, у кого-то они очень близко расположены. И когда мы носим, подбираем колье, так как мы это носим близко к лицу, вот эти вот пропорции и масштабы нужно переносить и на украшения, чтобы оно не выбивалось, чтобы оно именно добавляло гармонии и подходило таким образом наиболее идеально. Вот у меня еще такой вопросик. Сейчас очень крайне модно большие украшения, да? Но многие девушки вот боятся почему-то. Вот они привыкли маленькие сережечки, там что-то маленькое. Опять же, это зависит от лица, то есть не каждому человеку подойдет какое-то большое. Оно подойдет действительно не каждому. То есть здесь, конечно, смотря какой эффект нужно достичь. Если вы хотите продемонстрировать украшение, то можно одевать все, что угодно. Вот, может быть, это такой будет бриллиант, условно говоря, да? И вот он у меня бриллиант, и я с ним иду. Там девушки будет не видно, но наша задача все-таки это подчеркнуть природную красоту и чтобы запомнили непосредственно хозяйку, а не ее украшение, чтобы все, образ был в гармонии. Да, украшение красивое, но оно лишь дополняет, потому что все равно главный алмаз, который я граню с помощью своей работы, это, конечно же, наша прекрасная девушка. Мне кажется, отличное сравнение. Мила, спасибо огромное, что рассказали нам все, что рассказали нам, все, что показали. Я думаю, и надеюсь, друзья, какие-то советы вы запомнили. А в гостях у нас была Мила Иржанова, специалист по созданию образа и украшений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!